Дорогие друзья, вас приветствует компания ВЕКО в одном из шоу-румов, в которой мы сейчас находимся. Существует предубеждение по отношению к пластиковым окнам, которое говорит, что окна из пластика это что-то скучное. Это какие-то скучные белые прямоугольные конструкции с ограниченными дизайнерскими возможностями. Возможно, в отношении профильных других систем других производителей это действительно так и есть. Но в случае с компанией ВЕКО, в случае с нашим профилем, это неверно категорически. Потому что из профилей компании ВЕКО на базе наших профильных систем можно сделать все, что только можно сделать из пластика. Любая форма, любой цвет, любые типы открывания. Самые неограниченные возможности, которые только есть у архитектора, дизайнера и строителя, могут быть воплощены при помощи профильных систем ВЕКО. И сегодня мы покажем вам некоторые виды конструкций, которые пока что считаются нестандартными, но которые при помощи наших специалистов, при помощи специалистов оконных компаний, ведущих оконных компаний, являющихся нашими партнерами, могут украсить любой дом, любой кабинет, любой офис. Одним словом, любое место, где только используется светопрозрачная конструкция. Обычно, если потребителя спрашивают о том, что такое пластиковое окно, потребитель представляет себе скучную прямоугольную конструкцию белого цвета. Но стоит только обратить взгляд на конструкцию, которая представлена у нас в шоуруме, и мы тут же видим, что это, конечно же, не так. Пластиковое окно совсем не обязательно должно быть белым. Оно совсем не обязательно должно быть прямоугольным. Именно форма, именно цвет – это такие изобразительные элементы, при помощи которых можно воплотить самые смелые, самые нестандартные архитектурные замыслы. В данном случае мы имеем дело с окном, в котором обращается себя внимание прежде всего, конечно, верхняя арочная часть. Этот изящный полукруг, который очень хорошо впишется в дом, претендующий на стилистическую изыскание. Эта арка подчеркивается визуально такими эффектами, как гнутые части верхней формы с правой и с левой стороны. Она акцентурируется длинным импостом, который делит окно на две симметричные части. И еще более усиливается полной симметричностью нижних створок, которые полностью совпадают по геометрии со створочными элементами верхней части. Обращаю ваше внимание на то, что такая гибка является очень сложным технологическим процессом. И согнуть таким образом можно далеко не каждую профильную систему. Но великолепное качество профиля века как раз и делает возможным такие решения, которые требуют очень высокого качества материала. И которые здесь как раз в новом окне воплощены. Следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это цвет. Цвет не только самого окна, который здесь реализован в очень популярной вариации под названием «Тамый дух», но и цвет всех сопровождающих элементов, которые сопутствуют таком. Прежде всего, это ручка. Это окно выглядело бы совсем по-другому, если бы ручка была другого цвета. Но здесь мы использовали специальные элементы с выраженным золотистым глянцем, которые подчеркивают естественную, древесную, натуральную фактуру всей конструкции. И обратите внимание, что это оптическое единство. Оно едино, оно прослеживается во всех непластиковых элементах этого окна. От ручки к специальным декоративным перекладинам, которые установлены внутри стеклопакета, и даже к такому, казалось бы, малосущественному элементу, как петли. Но если представить себе, что эти петли будут не золотистыми, а просто белыми скучными, тогда весь оптический лоск, все впечатление от окна, конечно же, будет затерто. Поэтому, еще раз, в дизайне окна не может быть мелочей. И каждая деталь играет здесь очень-очень важную роль. И поэтому, для того, чтобы окно было действительно красивым, для того, чтобы оно было таким, которое будет радовать вас долгие годы, необходимо ни в коем случае не упускать их из внимания и крепить компетентные, подробные консультации специалистов оконных компаний, которые расскажут вам об этом окне, все, что нужно вам не только сейчас, но и понадобится для будущего. Субтитры подогнал «Симон»!